Юная Мичка оказалась единственным свидетелем преступления. На глазах у девочки произошла поножовщина. Девочка не только не испугалась, но и сняла происшествие на камеру. В итоге школьнице пришлось сдавать показания по сути против своего деда. Ведь именно он, по данным следствия, вонзил нож своего собутыльника. Уголовное дело направлено в суд. Подробности далее. Ты кто пришел? Вы что? Дед! Дед, нож! Дед, нож! Он такой, дед! Он мне сказал, и кто? Дед, пожалуйста, деда! Дед, пожалуйста, нож убери! Как следует из материалов уголовного дела, девочка застала своего деда в тот момент, когда он вытаскивал нож из спины соседа. Мужчины с утра выпивали на кухне. Пенсионеры за несколько часов осилили литр медицинского и две бутылки беленькой. Деда, пожалуйста! Деда, я тут! Деда! Кто такой? Сосед наш, блин! Деда, нож, пожалуйста, дай! Дед, слышишь? Дед! Я тебя спрашиваю. Дед! Кто такой и кто такие? Тише, нож дай, пожалуйста, не надо, дед! Девочке не удалось забрать нож у деда. Однако юная Мичка не потеряла самообладание. Вызвала полицию и скорую. К счастью, сосед остался жив. Единственное ножевое оказалось несмертельным. А вот на дедушку девочки завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Обвиняемый по уголовному делу вину признал в полном объеме. Правда, сказал, что ввиду сильного состояния алкогольного опьянения полностью не помнит происходившие события. С учетом того, что обвиняемый к уголовной ответственности ранее не привлекался, характеризовался положительно, в отношении его была избранная мера пресечения подписка о невыезде. Ходят ли соседи после такого застолья к друг другу в гости, не уточняется. Известно, что этой осенью пенсионер сядет на скамью подсудимых. Ему грозит до 8 лет колонии.